Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что дать вам консультацию именно, пожалуй, что невозможно, вот, по крайней мере, в той форме, какой её дают. Обычно в психологе, потому что для этого нужно с вами, как минимум, разговаривать, вот, как минимум, нужно задать вам некоторые вопросы. Ну, вот, как минимум, нужно с вами побеседовать, чтобы вас получил знать. И, соответственно, понять вместе с вами, вероятно, чего же вы хотите. То есть, постараться определить то, что вам нужно, да, вот, и какой именно помощи вы хотите. Это первый важный момент. Если мы говорим о ситуации, которая сложилась у вас, то я бы сказал, что эта ситуация представляет из себя импринт. То есть, это определённая ситуация, когда вы, значит, фиксируетесь, точнее, на человеке, когда он приобретает для вас большие значения. Большое значение, явно большее значение, чем это, ну, естественно, чем большее значение, явно, чем это было бы в норме, вот, например, для вас. И, соответственно, приобретает для вас настолько сильное значение, что вы хотите, как вы сами сказали, да, хотите его внимание там и так далее. То есть, эта ситуация, она достаточно деликатна, по крайней мере, здесь. Вот, соответственно, нужно, как мне кажется, разбираться. Вот, только разбираться с тем, как именно, что именно вам делать в данном случае. Вот, то есть, почему так вот получилось, что, ну, что для вас вот такое значение имеет этот человек, чем он для нас такое значение имеет и так далее. То есть, это, вот, достаточно важный аспект, как мне кажется. С этим, собственно, и нужно, в первую очередь, разбираться. Я думаю, что, ну, один из главных моментов, с которыми вы сталкиваетесь здесь. Это проблема развод, как мне кажется. То есть, то, как вы, вероятнее всего, отреагировали на развод со своим мужем. И то, как вы чувствуете себя в контексте взаимодействия со своим ребенком, например. На мой взгляд, не проявляется тем, что определяет ваши потребности в мужчине. Потому что, судя по тому, что вы сказали, он человек старше вас. И вот, ему больше лет, чем вы, это свидетельствует о том, что вы, вот, что называется, хотите, ну, хотите быть больше ребенком. Ну, наверное, я, наверное, вы хотите быть, ну, в большей степени, ребенком, вот, в данной ситуации конкретной. Вот. И, как мне кажется, это является основным аспектом данной, ну, данной истории. Как мне кажется, по крайней мере, вот. Дальше. Значит. Чего вам не хватает. Так. Еще один, эм, такой, достаточно, э, важный момент. А, в чем вы настоятель. А, вот, вы говорите, что там, ищите мужчину или искали мужчину. Вот. Соответственно, что вы, кстати, знаете, есть ощущение, что вы ищите мужчину, ну, и, знаете, вот, какого-то такого, такого, как бы, ну, дефицита, как будто. Вот. Тот. То есть, э, 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 как будто бы вы вот, э, пытаетесь, эм, э, э, из, э, необходимости, из страны, из множдаемости человека, э, э, что-то найти какого-то, вот, как бы там довольно сильно бросается в глаза, вот, как-то там довольно сильно ощущается, вот, и, соответственно, вам, на мой взгляд, необходимо здесь, по крайней мере, постараться увидеть то, в чем вы нуждаетесь, то, с чем ваша потребность связана, потому что, если вы этого сейчас не видите, если вы сейчас это не чувствуете, то, конечно, вам будет тесело и сложно находиться в отношениях мужчин, так же, что является не менее важным, на мой взгляд, это то, что выразили мужчин, ну, вот, своим мужем, вот, и, как правило, для человека это стрессовая ситуация, значит, правило, для человека это нелегкая ситуация, травмирующая ситуация, вполне вероятно, что вы ее, ну, вот, не в полном мире, проще, вполне вероятно, что вы не в полном мире, ну, оставили, скажем так, эту ситуацию, вот, то есть, вполне вероятно, что вы не в полном мире смогли эту ситуацию как-то вот реализовать, то есть, отпустить, то есть, вы по-прежнему можете, можете быть зависимы от этого, и развод, те ощущения, которые были у вас, они по-прежнему могут на вас влиять, к большому сожалению, вот, очень часто остается недоговоренность, очень часто остается много эмоций, чувств невыраженных, вот, а если вы, ну, как-то вот, себя ограничиваете, да, если вы, там, чрезмерно фиксируетесь на, допустим, работе своей, на успешности определенной, вот, то это, ну, является не свободой, ну, или вот, знаете, с таким, проявлением, скажем так, не свободы, и, соответственно, если это является не свободой, то вы, конечно, можете чувствовать себя негативно, вы можете чувствовать себя деструктивно, вам может диться плохо, вот, вот, ну, в контексте, в этом контексте, вот, и, конечно, это может на вас влиять, вот, именно из-за того, да, вот, что вы себя сами ограничиваете, вот, поэтому момент здесь такой, достаточно стрел, как мне кажется, вот, и, обращать вам свое внимание, ну, нужно на него, вот, дальше, я бы спросил у вас, помимо всего прочего, спросил бы у вас о том, насколько вам интересна ваша работа, если она вам интересна, я бы спросил, насколько вы, ну, увлекаетесь, может быть, своей работой, вот, насколько вы увлечены, насколько у вас, ну, имеет место быть, вот, интересно, в работе вашей, то есть, насколько вам интересно делать то, что вы делаете, к примеру, да, насколько вы чувствуете себя реализуем, реализующим, то есть, это тоже достаточно важный, как мне кажется, аспект, особенно, если, ну, особенно если, Вы довольно много внимания, довольно много времени, довольно много своих сил тратите на работу. То есть у вас здесь сейчас получается такая ситуация, что буду бы вам работать, но в то же время нет ощущения, что вы действительно ей увлечены. Есть ощущение, что вот, знаете, как вот просто вот работаете, да, потому что, ну вот, например, у вас это хорошо получается, допустим, или еще какие-то здесь моменты. Но ощущение, что вы увлечены своим делом. Вот. Нет. Я очень хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Вот на сколько вам интересно вообще жить. Вот. Так. Можно поднять вопрос смартинг. Вот. Можно поднять вопрос с того, ну, условно говоря, можно поднять вопрос с того, как вы, ну, вот, спрятны вы себе, да, например. Вот. Нужно поднять вопрос о том, насколько вы себя цените, если, если цените. То есть это такой достаточно важный аспект, как мне кажется. Вот. Вот. Особенно если вы, там, ну, если вы, ну, если вы, ну, если вы, ну, если вы себя не оцените. Особенно если вы, вот, к себе, ну, относитесь, так вот, знаете как, постольку-поскольку. Вот пример. Вот. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот. Вот. Вам нужно, а, а, обратить на это внимание. Вот. Как мне кажется. И уже для себя определить, что вы дальше будете с этим делать, как вы будете дальше действовать в этой ситуации. Ну хотите ли вы, по крайней мере, это делать. Вот, примерно, наверное, такой модуль я бы вам постарался дать. Вот, ну, именно с точки зрения психолога, с точки зрения психотерапии. Понимаете, да? Понимаете, что я имею в виду? Дальше. Ага. Вы пишите. Значит. Влюбились. Влюбились в начальник. Разница 20 лет. На стране в начале тоже. Но он решил, что ему это не нужно. Вот, давайте попытаемся, может быть, смотреть, что вы вкладываете вот в слово влюбились. То есть, вот, что вы вкладываете в это. Пытаемся, ну, разобраться с этим. Вот, что вы вкладываете, что вы вкладываете. Вот. То есть, вот, именно, когда вы говорите, что я влюбились, да, вот, что вы в это вкладываете. Какое значение вы это вкладываете. Это важно достаточно. Можно выбраться по-разному. И мне кажется, что вам нужно для себя как-то определить то ли, что вы чувствуете, да, то ли, что вы ощущаете. Действительно, является оно, вот, влюблёнство. Не является ли это чем-то другим. Потому что есть такое ощущение, есть такое ощущение, что, ну, вот, вполне вероятно, что это не совсем то, что вы, принимаете за любовь, вот, по крайней мере, так мне это кажется, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и так далее. Хотя, безусловно, безусловно, возможно, вам захочется с этим поспорить. Вот, и это нормально, если вам захочется с этим поспорить, как мне кажется. Вот, но, тем не менее, будет лучше, если вы постараетесь обратить это, вот, знаете как, в себя. Вот, на себя. Вот. Вот. То есть, вот это, как минимум, неплохо. Вот. Как минимум. Это позволит вам, ну, лучше, чтобы, поиск, 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 опять же. Вот. Вот. Если вы захотите. Так же, а, здесь у вас есть, наверное, проявление навязчивых мыслей. Вот. Ну, как бы, я не думаю, что это особенное. Участник, вот, потому что у вас есть навязчивые, ну, ну, вот, что-то связано с навязчивыми мыслей. Вот. Вот. Ну, просто нужно на это обратить внимание. Вот. Обратить внимание и посмотреть, что за этими мыслями скрывается. Вот. Вот. Какие ощущения человека, его желание, вот, у вас скрывается за, вот, ну, вот, данными мыслами, которые навязчивые мыслей. Вот. И, соответственно, больше вы сможете решить, как там действовать и как, вот, поступать в дальнейшем. Вот. Вот. Ну, так, по крайней мере, мне кажется. Вот. Ну, так, так, давайте. Вот. Вот. А сейчас, впрочем, certo? Это, ну, только, знаете, как, ну, из области... э... ну, предположений. Вот, а это, ну, не здесь, эээ, хорошо для вас. Какая-то такая история, вот, я понимаю конечно, что, что, может быть, вам хотелось бы больше, вот, но на данный момент, на данный момент, ээ, я бы сказал, что это единственное, что я мог бы вам ответить, ну, как я мог бы вам ответить на данный момент, сейчас. Вот, то есть, эээ, больше информации, к сожалению, нет, ну, по крайней мере, вот, у меня. Для того, чтобы вам ответить, вам отвечать. Вот. В целом, выигрывает, вот, приводит впечатление человека, который, эээ, в какой-то момент, в какой-то момент, да, просто потерялся. Вот, потерялся, вот, который не понимает, куда он идёт, вот, и, соответственно, ради чего, для чего, если живёт, вот, тоже не очень чувствует, вот, к сожалению. Вот, ну, это, опять же, корректируется, вот, при желании вашем, вот, это корректируется, вот, ну, тут, нужна работа. Первая часть, конечно, с вами, вот, а я пока не очень понимаю, там, условно говоря, готовы ли вы эту работу делать? Готовы ли вы, готовы ли вы, ну, выполнять эту работу, готовы ли вы, ну, работать над собой, вот, этого пока я не знаю. Вот, поэтому, поэтому, эээ, я бы вам рекомендовал, эээ, в первую очередь, попытаться, эээ, определить, ээээ, что вы хотите, вот. И дальше уже будет, как-то, вот, попонят, попонят, вам, эээ, ну, вам, эээ, вам самой. Вот, потому что сейчас, ну, понятное дело, что вы, не знаете, не понимаете, куда идти, вот, в каком направлении, вот, ну, оно, в принципе, и понятно. Вот, на этом, наверное, все, пожалуй, все. А я бы закончил на этом, эээ, свой ответ. Надеюсь, что вам это было полезным и интересным. Вот, эээ, буду, буду благодарен, вам, эээ, за обратную связь, по-моему, ответ. Вот, это, позволит вам, эээ, начать, эээ, а-эээ, работу над, с собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена.